Две страны, один полк. В Иваново прибыла французская делегация из города Бизансон. Визит почетных гостей проходит в рамках года Франции в нашем регионе. Делегацию пригласил Ивановский государственный энергетический университет. Поприветствовал гостей и глава города. Все вместе они возложили цветы к памятнику летчика авиаполка Нормандия-Неман. Иваново стал символом франко-российской дружбы. Семьдесят пять лет в этом месяце мы отвечаем с момента создания эскадрильи Нормандия-Неман. Иваново совместно с французами предприняло большие усилия в этой войне. Два университета – высшая школа механики и микротехники города Бизансон и Ивановский энергетический университет. В следующем году отмечают 20 лет плодотворного сотрудничества. Студенты и аспиранты из Франции приезжают к нам. Наши учащиеся наносят ответные визиты. Все вместе учатся, проводят семинары и занимаются наукой. Это реальные конкретные контакты. Они не парадные, они не только сводятся к какому-то, как мы говорим, научно-образовательному туризму. Это реальные контакты. И вот сегодня наш профессор, который посещал наш вуз, он давал лекцию для наших студентов-преподавателей. И мы, когда выезжаем туда тоже, вносим конкретный вклад в развитие школы Бизансона. После торжественного возложения цветов гостей пригласили посетить музей в 29-й школе. Он посвящен летчикам и механикам полка «Нормандия-Неман». К слову, во Франции этот полк существует до сих пор. Делегации музей понравился. Небольшой, по-своему уютный, с множеством экспонатов. И действительно, у нас накоплено огромное количество экспонатов, которые мы получали от российских, французских ветеранов полка «Нормандия-Неман» и современных французских летчиков. Ну вот, например, у нас в музее хранятся письма, воспоминания, фотографии одного из первых французских летчиков-добровольцев – Жозефа Рисо. Есть шинель образца 1942 года. Школьники коротко рассказали гостям об истории эскадрильи. Поскольку музей ведет работу не только экскурсионную, но также исследовательскую и поисковую деятельность, рассказ получился занимательным. Самое главное впечатление от музея – это, конечно, люди, которые им занимаются. И мы видим, что школьники, которые здесь сегодня рассказывали нам о истории полка «Нормандия-Неман», те люди, которые занимаются руководством школы и самим музеем, сказали нам пару слов, и даже из этих пары слов видно, что люди действительно этим живут. Эта встреча останется не только в памяти всех тех, кто на ней присутствовал, но и на страницах книги отзывов музея. Здесь оставили свои добрые слова и пожелания представители французской делегации и мэр города.